Тема урока «Химические свойства кислот». Большая часть металлов и неметаллов способна вступать в цепочки последовательных превращений, в результате которых из простых веществ можно получить их оксиды и гидроксиды. Такие цепочки в химии называются генетическими рядами, так как они отражают генезис, происхождение разных классов соединений и связи между ними. Приведем пример таких рядов. Кальций, оксид кальция, гидроксид кальция. Углерод, оксид углерода 4, угольная кислота. Чтобы хорошо разобраться в химических свойствах кислот, в первую очередь следует помнить, что все они, как правило, способны вступать во взаимодействие со всеми членами генетического ряда металлов, самими металлами, их оксидами и гидроксидами. Рассмотрим на примерах общие свойства кислот. Кислоты вступают во взаимодействие с металлами. Четыре пробирки поместим по одной-две стружки или гранулы металлов – магния, цинка, железа и меди. К металлам прильем разбавленные растворы серной или соляной кислот. В трех пробирках протекают химические реакции. На поверхности металлов образуются пузырьки газа, которые быстро поднимаются вверх. Этот газ – водород. Мы познакомились с ним при изучении реакции разложения воды электрическим током. При поджигании выделяющегося водорода происходит характерный хлопок. Например, в первой пробирке происходит реакция, которую можно описать в следующем уравнении. Магний плюс H2SO4 образуется магний SO4 плюс H2. Аналогично происходят реакции во второй и третьей пробирках. Цинк плюс H2SO4 образуется цинк SO4 плюс H2. Феррум плюс H2SO4 образуется феррум SO4 плюс H2. Тип реакции – замещение. В четвертой пробирке никаких видимых изменений не происходит. Медь не реагирует с растворами кислот. Дело в том, что возможность протекания реакции металлов с кислотами зависит от реакционной способности металлов, которая определяет их положение в ряду активности металлов. Для рассматриваемых нами свойств кислот важно знать следующее. Металлы, стоящие в этом ряду после водорода, не вытесняют его из растворов кислот. Кислоты реагируют с основными оксидами. С этой группой реакций мы уже познакомились при изучении свойств основных оксидов. Поместим в пробирку небольшое количество оксида железа-2. Прильем к нему несколько капель раствора серной кислоты. Мы заметим, что красный порошок оксида железа-2 исчезает, а раствор приобретает желто-бурую окраску. В результате реакции образуется соль, сульфат железа-2, раствор которой желто-бурого цвета. Уравнение реакции. Феррум-О плюс H2SO4 образуется феррум-SO4 плюс H2O. Тип реакции – обмен. Кислоты могут взаимодействовать с растворимыми основаниями – щелочами. К 2-3 мл раствора соляной кислоты добавим 2-3 капли раствора лакмуса. Окраска индикатора изменилась с фиолетовой на красную. Затем по каплям прильем раствор гидроксида натрия и проследим за изменением окраски индикатора от красной до фиолетовой и затем до синей. В кислой среде лакмус окрашивается в красный цвет. По мере приливания щелчи происходила нейтрализация кислой среды и возникла нейтральная, некислая и нещелочная среда. Поэтому лакмус окрасился в фиолетовый цвет. Если щелочи прилить столько, что ее количество будет превышать количество кислоты, тогда эта избыточная, не прореагировавшая с кислотой щелочь окрасит лакмус в синий цвет. Итак, в процессе взаимодействия кислоты и щелочи происходит нейтрализация среды, поэтому такие реакции называются реакциями нейтрализации. При этом образуется соль и вода. H-хлор плюс натрий OH образуется натрий хлор плюс H2O. Тип реакции – обмен. Кислоты могут реагировать и с нерастворимыми основаниями. К нерастворимому гидроксиду железа-3 прильем раствор серной кислоты. Осада гидроксида железа-3 растворится, раствор приобретет желто-бурый цвет. В результате данной реакции образуется растворимая соль, сульфат железа-3 и вода. Феррум OH трижды плюс 3H2SO4 образуется феррум 2SO4 трижды плюс 3H2O. Тип реакции – обмен. Итак, кислоты реагируют не только с растворимыми, но и с нерастворимыми основаниями. А в результате реакции образуются те же продукты – соль и вода. Таким образом, кислоты – химически активные вещества. Они вступают в химическое взаимодействие с металлами, их оксидами и гидроксидами, растворимыми и нерастворимыми. Во всех случаях одним из продуктов взаимодействия оказывается соль.